Свет! Еще раз. В общем, вот мы заехали в вот этот Сам Пелегрино, где делается эта известная вода. Я, конечно, здесь уже обалдела. Интересно, это Сам Пелегрино, до которого вообще очень сложно дойти. Тут у нас у них уникулер, который поднимает в терме. Смотрите, у нас здесь термы, да? Казино. Вот смотрите, видите, написано Казино Бунч Пале. Это, кстати, так же, как, вот, например, Монте-Карло. Монте-Карло приезжаешь, там тоже казино. Или Сан Винсан тоже казино, тоже термы. То есть, тоже это очень интересная вещь. очень малых местах есть терми вы понимаете доехать то есть вот здесь термика они явно им дают там например там конец 19 века до например но это ведь очень неудобно расположение вы знаете сюда даже на машине только сам может доехать чтобы вот было более-менее удобно понимаете то есть вот так вы просто подумать нафига кому-то нужно было бы делать вот здесь в таком неудобном месте вот термы и казино зачем делать здесь казино да когда можно казино сделать милане вот так вот если подумать но в милане нет ни одного казино понимаете вот то есть я вообще в шоке просто обстоятель какая стена такая стена да с эти которая в термой ведет невероятно эти соков коммуникации вот посмотрите здесь жижего это то есть он не говорит на просто если сначала туда подъехать или там где ход тут как бы в эти термы там просто опять у нас фонтан жижей но мы далековато все-таки при парковались после кедра тяде садима су джу перрола ванда после вам но прикачая у на интернета до вечера не даме я козу будет ящик греется на тебя вот крокодильчик вот просто вот видите холм жижи да холм жижи вот но через за решетку не люблю снимать вот здесь тоже ведь идут вазоны это все не к этому дому относится это относится вот к этому там тоже вазоны а как бы были на солнце вообще не могу так впереди было лучше видно но здесь конечно он не сказал что у него ему и ребятушки надо что у него там сегодня какой-то ивент у него свадьба лишь этого моего друга или к нам приглашен вот и у него всего 20 минут он сказал то есть у меня у меня на все про все 20 минут поэтому посмотрите там вот это вот терми какие там трубы родственная и это вообще башня это вот башни и вот на ней посмотреть типа есть терраска на башне да кстати 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 как и идет этот нормального зачем это да то есть вообще зачем это для человека чтобы он там гулял на маленькой терраске такой и вот сколько труб роста тогда невероятно общимся как будто антенна 5g блин торчит тут все все супер супер бетушки понимаете и мы где-то тоже вот но я не знаю мы спустились но все равно мы я не говорю что мы уж прям наверху но нет но мы еще наверху мы еще наверху не совсем прямо но наверно может быть на на будет посмотреть сам пелегрина посмотрю на какой высоте факт то что это это вообще абсолютно неудобно и с бергамой что ну в общем то мы провинции бергаму то есть это от то есть не поезда сюда не ходят ничего да то есть только автобусы вы понимаете и у нас здесь термина это вообще просто невероятно я вообще не слышала никогда что сам я знала только воду сам пелегрина даже не знала что есть поэзия сам пелегрина и что здесь еще и и терми он еще сказал что они еще и супер известны просто невероятно да нормально вот видите там два их где две трубы роста и между ними посадить что торчит на те на теке и теку рисунок больше не увеличивать да это вообще невероятный термин просто такие стены да там идет стена с арками или это естественно все идет под под вот это вот как бы строение то есть там я просто такие пустоты и какие-то воды кстати что здесь кстати как как сделана арка и как окна удачи все идет под низ то есть это все спускается к реке а вот сейчас мы увидим ребятушки этот фонтан невероятно все сколько этажей а когда идет вверх сеть вот сейчас бы не мешало чтоб солнце было но сейчас именно солнца нет дом тоже невероятно все вводить сам пелегрина термин а еще за посаботать все закрыто вот видите вот тоже термин витим писан термин да там все закрыто ребятки я не знаю где сейчас термин дела жить термин видите все закрыто все заброшено там даже окна выбиты термин видите еще написано термин помните когда мы сальса маджоры тоже город термин да там все все заброшено и все горят локдаун нифига люди местные скажи что уже до локдауна все закрыты закрыто было потому что наши не умеют или там все стал остывать но она взяла выкручила все господи никаких вам терм с этим все в жиже все в жиже взять на и для нее тут фонтанчик да то есть это мы уже 150 миллионов раз снимали и вот пошла стена жиже ловите пожалуйста вот как она вот как это все соединяется все улица из камня выходит это жижевая вот они скажут что это это просто приклеили как они говорят сколько раз я уже послушала 3 прибивали прибивали вода откуда тоже течет да вот эти как если станем это все соединяется вот тут тоже идет всегда у меня даже как бы не совсем видите даже когда отходит до их даже сантиметры подходит все такое знаете видите тоже все в жиже все это уже мои знакомы видели и так вот линия идет как будто это вот скажете люди нарисовали нет это вот такая разъемка все четко эти вместе с камнем соединяется жижа сверху обычно всегда я говорю сверху вкладки жижа не знаю почему бы она строит и потом все равно на сверху обычно и тут все как-то как будто вот только-только-только это все образовалось еще такое все как будто бы не оформлено даже вот это вот мозаика такая еще как бы не совсем мозаика обстоят и вот подойдет среди как здорово да свете все камушки именно под этими вот трех и труфелями дать ему тефтель камень так непонятно куда до меня уже пошла вверх что ли все ее целью как дерево же так значит не хочу наверху подниматься расскажу ему эти с этим всем все жижи вот они скажут известняк потому что здесь море было миллиона лет назад но почему-то вот это осталось наверху да тут смотрите какое тоже золотом как отливает такой огромный кубик газоны таким они шутка такая класса красная и вот такой вот молот такой отель до пики сам пилигрина который вообще этот извините меня вообще первый раз не услышу 23 года в италии нет вот знаю вот знаю но тоже как лестнице все все вместе симбиозирует видите симбиоз с лестницей мадьямо как как в 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 А? А, окей. Да, один раз. Стена тоже. Посмотрите, просто шерма, да? Видите? По округам. Здесь начнется... Здесь начнется пелетельно. Свата фонтана. Да, да, да. Возьмите... 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 Пойдем вниз, короче, к реке и посними вот этот вот невероятный отель. Прям сразу, не знаю, почему-то Пуаро вспоминает. Я говорю, что я почему-то обожаю Пуаро смотреть, что там очень классные вещи в Пуаро. И вот в чем похоже то, что мы снимаем. Посмотрите, посмотрите. Посмотрите. Жижевая стена тоже. Видите? Тут все укрепляют. Укрепляют. Потому что все идет вниз. Видите? Тут еще и... Знаете, внизу что? Видите, что он? Вякает? Вообще не понимаю. Что-то все пытается... Знаете, за что он мне одну вещь не сделал, которую я попросила. Вот. А теперь пытается, знаете, типа... дружеские тоны бесит. Дома, видите, как друг из друга крыши идут. Ой, блин, здесь на солнышке хоть тепло. Видите? Все, все закрыто. Все. Да те тоже там, которые тоже огромные, там тоже закрыты. Я вообще не знаю, где осталось. В какой-нибудь маленьком закутке. Как в Милане, вот этот в центре Миланы термы, который я еще с начала самого своего блогерского действия... Одно из первых видео у меня термы были. Милана, да? Там же тоже, в общем-то, если я вам хочу сказать, огромнейшее, огромнейшее, в общем-то, грубо говоря, заведение. Да? Которое функционирует. Там просто один этаж. Все. Хотя там просто, я не знаю, если под низ идти, там, наверное, минус пять этажей будет. Поэтому, ну, там, да, горячая вода. Откуда? Оттуда. От верблюда. Вот все спрашивают. Посмотрите, какие решетки, да? Какие решетки? Какие решетки? А? О, слушайте. Невероятно вообще. Посмотрите, что за здание. Это просто дворец такой, что... Посмотрите, какая огромная река. Такая... Брембо, да? Брембо. Такая огромная река. Это вообще... Слушайте, это просто такое называется. Посмотрите, сколько у него, как раз, здесь. Вот, понимаете, у меня иди, да? Как будто я без него не знаю, что надо идти на зеленое. Вот, вообще. Посмотрите, какая тоже решетка эта. Посмотрите. С листьями, да? Посмотрите. С листьями, да? Посмотрите, какая огромная река. И вот еще и сталактит. Посмотрите. Посмотрите. Сталактит, видите? Невероятно, слушайте. Огромная стена, во-первых, в обе стороны. И река Брембо. Я даже вообще не могла представить, что она такая огромная. Посмотрите, как здесь расщепляется. Расщепляется тоже. Невероятно огромная, вообще. Блин, посмотрите, какой отель. Прямо из Кюрпауэра. Посмотрите, все-все-все законопачено. Это вот классический пример того, что, когда я говорю, что не жил здесь никто. То есть, эти вот вещи не для людей. Вы понимаете? Естественно, это все закрыли, потому что там невозможно находиться человеком, во-первых. Во-вторых, просто, знаете, что такое сам Пелегрин? Он просто, извините меня, у черта на куличках, блин. Просто у меня нет слов вообще. Так. И вот видите, как, смотрите, написано. 1922. Ну, вот примерно года, когда начинается Пуару, да. Кстати, как все, видите, как будто, как будто недавно это все образовалось. Смотрите, какие штуки вот эти невероятные. Еще раз не устану повторять, это вообще какое-то сам Пелегрино, понимаете? Вот, смотрите, как-то все, все-все, как сказать. Во-первых, это наросы, да, как все соединяется. Ужас, какая огромнейшая река. Широкая, я имею ввиду. Невероятно, слушайте. И смотрите, стены там, где термы, да, и точно такие же здесь. То есть, еще вниз идет, да. Офигительно, и, кстати, здесь какие дырки. И, как обычно, вот эти вот наши стили дома всегда по бокам от реки. По бокам от реки, от стены. От стены, это же тоже канала рек получается, только огромнейший. То есть, это две стены, видите, да, и это как бы вот эта вода здесь течет, и это как бы называется у вас рекой, да, понимаете? И вот всегда вот по бокам идут вот эти вот так называемые дома в так называемом нашем стиле, что это жижевые дома. Суперинтеллекта нету, но это вообще, эта гостиница просто невероятно. Офигеть, я обалдею вообще. Вы посмотрите, какие мощные стены, и везде сталокситы. Смотрите, смотрите, наши жижевые сталокситы. Сейчас вам покажу. Смотрите, как дырки тоже сделаны. Как хотят, так и стоят, смотрите. Ну, как бы этот человек вот так вот, какие-то непонятные дырки бы делал неровные, да? Смотрите, здесь вообще какая-то зигзаг такая, видите? И вот сталокситы, кстати. 50, а? Это жижевое образование. Просто широченная, широченная, слушайте. Офигеть, я вообще такого не представляла. Я слышала брем-баррика, но я даже не представляла, что она такая широкая. Нет, она, конечно, тут ничего. Водички тут раз-вы общался, но широта, да, впечатляет. Это мы в горах находимся. Офигеть. Так, ну я сейчас с пристрастием сниму вот этот дворец. Посмотрите, какая просто труба. Тоже, видите, типа, мол, цементный выглядывает. Тут еще такой, видите, арочка такая. Видите, тут как обрывается такой вот обрывчик такой, да, видите? Корка, корка. Невероятно, слушайте. Невероятно, огромная эта гостиница. Я говорю, это сложнейшая вот эта вот штука, да? Просто сложнейшая. Невероятно, слушайте. И тут, мол, типа, работы ведут, а здесь... Ой, слушайте, вообще, посмотрите, что здесь за лепнина. О-а-бал-де-ть, оба-да- ...обал-деть... О-а-бал-де-ть... О-а-бал-де-ть, слушайте... Он, accounts for everything. Обал-де-ть, с熱е. Боже... знаете такие лепнины то есть все тоже как будто бы только-только вот как бы недавно все это образовало кстати вот какая то что это вот еще да за какие решетки невероятно там еще от воде у нас пцать 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 и на доме как там тоже сайте пятиконечная звезда это все ее изобретение и не то что изобретение а выполнение не наводится по моему не знаю я не я плохо плохо вижу да вообще просто невероятно я балдею балдею конечно везде ракушка да везде ракушка да решеточки посмотрите какие даже маленькие на самый верхний да все все плотно закреплено все это это доказывает что это не человеческое не человеческое это как на на чинтралях и на всяких вот это вот купол эти огромный гроб да чешуйчатый невероятно слушайте давайте это другое видео включу потому что уже много другой видео включи пройдусь и покажу вам этот там очень интересное вот это вот около крыши это чешуйчатый очень интересные такие видите как стебли наклоненные вот но еще тут я так понимаю что плюс минус все весь он одинаковый но еще тут поснимаю давайте пока пока еще следами женщин сниму то сейчас я хочу другое видео